В этот день, 21 июля 1613 года, после избрания его земским собором, венчался на царство родоначальник династии Романовых Михаил Федорович. 21 июля 1804 года в России был принят первый цензурный устав, определявший всю издательско-типогравскую деятельность в государстве. 21 июля 1941 года состоялась первая бомбардировка Москвы в Великую Отечественную войну. В этот день, 1969 года, человек впервые вступил на поверхность Луны. Нил Армстронг, командир американского корабля «Аполлон-11», сделал это, произнеся фразу «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». 21 июля 1918 года большевики подавили Ярославское восстание эсеров. Ярославское восстание отображений в миниатюре всей гражданской войны. План был грандиозным, а результат трагическим. Его лидер Борис Савенков – член Временного правительства и убежденный противник большевиков. В Царской России враг монархии, а после октября – сторонник белых генералов Корнилова и Алексеева. При их помощи он и организовал Союз защиты Родины и Свободы. Союз развернул сеть подпольных штабов в Центральной России. Так как власть в этой части страны сосредоточилась в руках большевиков, а отряды белых находились далеко на юге или Сибири, рассчитывать можно было только на поддержку местного населения. По утверждению самого организатора, на восстание в Москве он не решился, потому что в случае свержения большевиков на столицу могли позариться и немцы. Уже в середине мая полковник Бреда предупредил меня, что в германском посольстве сильно интересуются Союзом, и в частности мною, так рассказывал эсер Савенков. Он рассчитывал запалить мятеж вокруг Москвы, сразу в 23 городах. Главная ставка делалась на Рыбинск и Зоседний Ярославль. Но все сразу пошло не по плану. В Ярославле вначале удалось собрать около сотни офицеров при 12 револьверах. В ночь на 6 июля они собрались на Леонтьевском кладбище. Чтобы отличать своих, каждый прикрепил к одежде георгиевскую ленту. Руководил ими полковник Перхуров, близкий друг Савенкова. Офицеры разоружили охрану склада с оружием. На их сторону перешла часть конной милиции. Присоединилась и часть горожан, хотя, по воспоминаниям очевидцев, настроение у жителей во все время мятежа было выжидающее. Никто не знал, кто идет против советской власти. Начавшееся же в ночь на 8 июля главное восстание в Рыбинске провалилось буквально тотчас, как и в Муроме. Из 23 городов выступило только три. Ярославль единственный и без выстрелов оказался в руках восставших. Выстрелить пришлось только раз из пушки под гостиницы, где жили партийцы. Большевики сразу сдались. И сразу по городу разнеслась весть о падении власти и объявлен набор добровольцев. Записалось около 6 тысяч человек, хотя в последующих боях участвовало не более четверти из них. Свободные силы соседних городов быстро стянулись к Ярославлю. Красноармейцы же на штурм не пошли. Вместо этого они начали массовый артобстрел прямо по жилым кварталам. Перхуров 9 июля выслал ультиматум прекратить бомбежку с зажигательными снарядами, иначе пленных большевиков казнят. Ответ пришел быстро. Если сдачи не будет, то город будет обстрелян, зажжен, и от такового не останется камня на камне, и что вся ответственность ляжет на руководителей восстания. Исхода было два. Сдаться в плен большевикам, а значит оказаться у расстрелянной стены. Или пойти на прорыв из окруженного города. Перхуров на совещании офицеров в ночь на 21 июля принял необычное решение. В городе находилось около двух тысяч пленных немцев. И Германия юридически считалась воюющей стороной. И вот весь мятежный штаб сдался немцам. Их капитуляцию принял лейтенант Балк. Они рассчитывали, что теперь их большевики не тронут, как официальных пленных. Как бы не так, красный командир Юрий Гузарский потребовал выдать пленников. И Балк, поразмыслив, согласился. В течение трех дней было расстреляно около 350 восставших. Сам Перхуров сумел вырваться, но в конце войны попал в плен и после пыток расстрелян. Восстание, грозившее стать концом большевизма, провалилось. Так же закончилась и вся гражданская война. Восставшие в Ярославле теперь лежат на том же кладбище, откуда выступили с 12 револьверами почти все в неизвестных могилах.